Кто рано встает, тот далеко от работы живет. Да нет, Алена, кто рано встает, тот... Тот постоянно гремит, чайником шуршит, пакетами, хлопает дверцами шкафа. В общем, никому в доме спать не дает. Алена, кто рано встает, тот целый день спать хочет. А вот мы сейчас узнаем у нашего гостя, так ли это на самом деле. В гостях у нас сегодня Галина Борисовна Щукина, дворник. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, во сколько начинается ваш рабочий день? В пять утра. В пять утра? Да. В пять, в шесть утра? В зависимости от проделанной накануне работы, если выполнена она была хорошо, добротна, то есть на второй день можно как-то маленько свилонить. А вообще, почему она рано? Потому что мне надо накануне все это убрать и почистить, перед тем, как люди пойдут на работу. То есть надо вставать в четыре утра где-то? Конечно, детки пойдут в садик, постарше пойдут в школу, а люди пойдут на работу. Нет, ну все-таки вот, допустим, дороги у нас ремонтируют в обед, почему бы вам в какое-то другое время не убирать? Мне надо создать комфортные условия для людей, чтобы они пошли на работу, непосредственно все было почищено, все было посыпано песочком. Создать комфортные условия для жильцов, тем более я проживаю сама в этом доме, и мне надо создать комфортные условия. Галина Борисовна, а что входит в ваши обязанности? Что конкретно нужно делать в дворе? Как наводить чистоту? Ну, я вот почищаю подъездные площадки, у подъездов площадки, и пешеходную зону, которая вот непосредственно является средством передвижения с подъездов там до магазина. Посыпаем песочком, очищаем, откалываем ледорубом, все это лопаткой счищается, убирается, все, создаются все комфортные условия. Скажите, а как жители относятся к вашему труду? Ну, конечно, с огромной благодарностью, с сожалением, что труд такой большой, да, но мало оплачиваемый. Но помимо того, что они вам сожалеют, они сами-то не мусорят, берегут ваш труд? Нет, конечно, естественно, естественно. Вы такая хозяйка двора, можно сказать. Конечно, да. А к вам обращаются за помощью, вот интересно. В смысле, за какую помощь? Ну, за какую-нибудь, вот представляете, они выходят, кто-то детей повел в садик, в школу, кто-то на работу, и вот ключи кто-то потерял, что-то какое-то может быть. Конечно, конечно. Все подходят, да, за новостями, может быть. Естественно, естественно, но у нас сейчас, знаете, прекрасно, что у нас сейчас автомобилисты живут эти. На парковке, да. То есть они тоже что-то, какие-то вопросы, если возникают, если что-то с машины кто-то там поцарапал. Поцарапал, вот у меня было таких два случая, такие, что-то сарапали. Спрашивали, не видели ли вы кого-то, да? Спрашивали, да, то есть это. А кто-нибудь вам свою помощь предлагал? Конечно, зимой, сколько угодно. У меня есть такие хорошие молодые люди, которые в доме проживают, они хочут заняться спортом иной раз, и они вот выходят, когда обильное выпадание снега, они предлагают свои условия. Можно заняться спортом, но и мне самой это. Представьте, какое, да, люди платят за какие-то шейпинги, деньги отдают, а мне все это достается бесплатно. Ну, конечно, я за труд получаю заработную плату, и вот большое вознаграждение это от людей, благодарность. Люди выходят на работу, естественно, каждый день непосредственно здороваются и свою благодарность мне выражают. Ну, хоть время у вас и расписано, я думаю, что найдется несколько минут дать нам еще мастер-класс. Вы готовы? Согласны? Ну, я согласна, но я не знаю, как бы. Получится? Не знаю. Мы хотим вам предложить сегодня, чтобы вы нам показали, а как же правильно вести, мести дворы. О, вот метелочки-то у вас. Да, новенькая, смотрите, почти. У нас-то, дай бог, сейчас вот орудие труда, хочу сказать, на высшем уровне нам выдали весь инвентарь рабочий. То есть такое бесполезно подметать? Да, ну, я вас умоляю, конечно. Это уже прошлый век. Это метелка, да, с 905-го года. У нас сейчас веерные, пластмассовые, такие удобные метелочки. А, то есть нам, в общем-то, можно в музей ее отдать, да? Конечно, вы что? Не-не-не. Вот так, да? Если бы вы мне сказали, я бы принесла вам с собой, привезла бы ее метелочку и жилет, комфортные жилеты, красивые. Все даже с кармашками для сотовых телефонов. Галина Борисовна, но все-таки мы предлагаем воспользоваться нашей раритетной метлой. Покажите, как нужно подметать? Ну, там, может быть, в какую сторону, с какой частотой мести? Да, вот так. Скажите, в какую сторону надо мести? Лучше, в левую или в правую? В левую. Ну, покажите. Нет, ради бога. Как скажите. Мастер-класс от профессионала? Вот так. Ага. А как, надо шире брать диапазон или поменьше? Нет, такой небольшой, нормальный. Это же можно смотреть, ходить, там, стихи писать, песни петь. Конечно, конечно, что я делаю. Мысли философские приходят. Да, я пою песни. В основном... Песни поете? Да, сама про себя так и... Да вы что? Конечно. Ну, это создает настроение или какие-то вот эти мини-наушнички с музыкой. То есть это, естественно, плюс создает еще хорошее настроение. Так, можно попробовать? Это как? Какую песню любите больше всего? Это по-другому метлу держишь. А, не так? Сейчас не могу даже, как бы, сказать. Я в основном люблю репертуар Успенской. В основном. Там, к единственному нежному. Да. Бегу по полю снежному. Точно. Знаете, актуально сейчас подметать зимой и петь эту песню. Да, да. Давай, давай, продолжай, продолжай. Наводи тут здесь у нас порядок. Ну что, пока мы наводим в нашей студии такой импровизированный порядок, предлагаем вам посмотреть новости. Скоро увидимся. Так, что там еще у Успенской есть? Манит, манит карусель.